Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в симулятор повара. После предыдущего дня у нас тут небольшой беспорядок, до сих пор остался лимон. Я загрузился, если что, с прошлого сейва. Так что заданий у нас пока что нет, нужно еще подождать, наверное, секунд 30, полминутки. Мы хотя бы можем что-то еще дополнительно изучить. А нет, все, не успели. Так, ну и вот он заказ, опять эта рыба. Я запомнил, запомнил, что надо делать. Возможно, мы сегодня успеем вовремя, друзья, и сделаем все как надо. Так, в первую очередь мы достаем рыбку. Кладем ее вот сюда вот, и будем работать со специями. Специи все есть, нужна травка только. Нужна травка, которая называется парсли. Давайте ее приобретем. Так, вот она. Все, больше нам, по сути, ничего не нужно. Специи есть, рыба есть, противень есть, вот здесь вставляется. Так, сейчас мы все используем, кроме вот этой вот херни. Я как раз ее отложил. Так, погнали. Начинаем с перца. Главное не просыпать теперь. Раз, два, три, четыре, пять. Перепроверяем. Четыре. Опять я просыпал, видимо. Хер знает, как это работает. Так, окей, по центру. Мне кажется, надо по центру просто, в одно место. В одно место перчить, солить и так далее. Хотя здесь соли не нужна. Давайте так попробуем. Раз, два, три, четыре, пять. Может быть, это действенная тактика. Да, вот теперь пять грамм точно. Так, теперь эту хрень. Раз, два, три, четыре, пять. Все, специи есть. Теперь мы выкладываем на противень и готовим две минутки. Погнали. Открываем духовку. А куда я противень засунул? Вот он. Закидываем сюда рыбу. Вот сюда вот. Тщательно. Упс. Кажется, у нас проблемы. Куда она делась? Вот она. Рядом с ведром каким-то. Так, подождите. Ничего не случилось. Мы очень быстро ее взяли. Чистые у меня полы. Идеально. Но выдраины. Я, естественно, в бахилах нахожусь. Так что все замечательно. Так, теперь мы включаем. Две минуты засекаем. Соответственно, будет две минуты и сорок пять секунд. Ну, там вроде как предупреждение вылетает. Тут есть таймеры повсюду. Можем и таймером воспользоваться. Попробовать хотя бы две минуты. Он звенит, наверное. Да. Очень удобно, кстати. Так, окей. Что нам нужно сделать еще? Лимон. Он у нас нарезан дольками. Я надеюсь, он в идеальном состоянии, потому что он целые сутки здесь валяется без холодильника. Надеюсь, он не заплесневел. Так, ну и все на самом деле. Теперь все идет как по маслу. Но боюсь, несмотря на то, что я дико спешу и изучил этот рецепт, я все равно не успею, друзья, похоже. Так, полторы минутки осталось уже. Давайте травку сразу положим вот сюда. А, тарелка нужна, кстати. Да, действительно. Берем среднюю тарелочку. Твою мать. Я просто как будто пьяный какой-то бегаю, как угорелый по всей кухне. Так, ну что страшного, я потом уберу. Подумаешь, тарелочка разбилась. Так, что там у нас? Практически готово уже. Тарелка есть, трава есть, специя вот эта вот есть. Лимон тоже есть. Давайте сразу 20 грамм наберем. Можно сразу, сразу разместить на тарелку. Так, 14 грамм. Давайте вот так вот все-таки сделаем. Это у нас сколько? 20 грамм. Ну, короче, одну дольку лимон. 21 там грамм был. Одну дольку лимона, это будет достаточно. Так, мы сверяемся. Да, еще 20 секунд, и наша рыбка будет уже готова. Времени все меньше и меньше. Я не понял, что вот это вот за агрегат до сих пор. Тут что-то написано про огнетушитель. Предупреждение какое-то. И для чего нам ведра? И нужно ли мыть лимон? Так, ну все. Да? Вроде как все, друзья. Вот так. Рыба готова. Теперь у меня звенит в ушах. Так, помещаем сюда. Вот как вырубить это говно? Как вырубить-то? Че за... Так, мы берем рыбу. Вот так вот аккура... Аккуратненько. Твою мать. Вот так вот аккуратненько размещаем ее на тарелке. Добавляем немного вот этой замечательной травки. Вот сюда вот лимончик. И, конечно же, нашу специю не забываем. Сколько там? Пять грамм надо, да? По-моему, я опять то ли просыпаюсь. Что происходит вообще? Я попадаю на рыбу? Вроде как попал, друзья. Все. Блюдо готово. Минута у нас еще осталась. Я супер быстро все организовал. Надеюсь, я ничего не забыл, друзья. Все. Подача. Мне должны просто миллион очков дать за это. Ну, не совсем, конечно, миллион очков. Но за время нам бонус дали, друзья. За время нам бонус дали. И клиент счастлив. Видите, как нужно мало человеку для счастья. Фух. Я так и не понял, что это за коробка. Мне в морду прилетело в очередной раз, как и в прошлой серии. Там еще этот гребаный бузильник, который звенел и только раздражал. Точнее, таймер. Но я научился выключать. Чтобы его выключить, нужно взять в руки и потом нажать на F. Фух. Опять можно хоть немного в тишине постоять, не носиться по кухне. Да, я просто в панике. Когда вижу таймер, когда спешу, я просто в панике бегаю, стараюсь как можно быстрее все реализовать. Но у нас целая минута оставалась. Так что, в принципе, теперь впредь можно с этим рецептом особо не спешить. За качество нам дали не так много очков. Опять самая коробка. Что это вообще такое? Опять это та самая коробка, в которой я могу приобретать. Они спавнятся просто у меня в лице почему-то. В какой-то причине. Вот одна с прошлой серии, вот теперь вторая. Окей, ну видимо это багуля или... Ну сомневаюсь, что так должно быть. Так, я выключил. Выключил духовку, все выключено у меня. Давайте противень, наверное, сюда поместим. Так, и пока что ничего. Может быть, снова день будет закончен. Снова у нас один заказ. Так, много мы не заработаем, конечно, бабла. Есть еще даже вот здесь вот монитор, куча мониторов со всех сторон имеются. Да, сейчас даже подозрительно как-то тишина. Давайте попробуем. Так, не очень здорово получилось. Попробуем убрать как-нибудь то, что я разбил. Тарелку. Что там было написано? Это, видимо, трава. Так, ну, видимо, как-то руками нужно что-то поднимать. Швабры не получаются, друзья. Ладно, давайте вернем, пожалуй, вот здесь вот пусть валяется. Ведро скачет, как сумасшедшее. Да, нам нужно, короче, самостоятельно осколки подбирать, а вот выкидывать можно в мусорное ведро. Ну, ладно, давайте тогда приберемся пока что немного. По одному осколочку, причем я могу забирать. Можно, наверное, в ведро складывать, так будет попроще, побыстрее. Но, в принципе, у нас здесь мусорка недалеко, так что я могу туда-сюда побегать. Чего-то не заказыв, ничего. Босс молчит. Меня уволят, скажите честно. Я же стараюсь. Работаю в поте лица. Да, иногда как-то камера скачет. Это тоже не очень замечательно. Работаю в поте лица, пытаюсь содержать кухню в идеале. Я даже избавился от этих осколков. Главное, чтобы не рванул вот этот баллон. То есть что-то он на бочок завалился внезапно. Наверное, заказов нет, потому что я слишком быстро, что ли, разобрался. Так, ну все, кухню, в принципе, мы изучили. Я вроде как ничего не пропустил. Теперь знаем, что где находится. Можно покидать в дартс, поиграть в дартс, но, пожалуй, мы не будем этим заниматься. День второй, я уже целый километр пробежал. Может быть, игра забаговалась, и я больше никогда не буду получать заказы. Я остался замурованным здесь навечно. Здесь нет выхода. Да, какая-то бездна смотреть. А, нет, там есть коридор. Давайте глянем, что у нас еще есть в холодильнике. Какое мясо. А, ну, собственно, здесь мясо связано со всеми доступными для нас рецептами. Со всеми изученными. Соответственно, это стейк, это тунец и форель. Вот еще лимон, кстати, здесь есть. Больше ничего. Такой прекрасный большой вместительный холодильник. Алло, у нас будут задания? Сколько ждать можно? По-моему, что-то забаговалось, друзья. Только не говорите, что мне придется заново готовить эту форель. А, нет, все. Мы закончили принимать заказы. Уберись в кухню. Ну, давайте тогда здесь приберемся. Немного пройдемся по полу. Очистим здесь все. Так, уберем вот эти коробки, например, в угол куда-нибудь их свалим. Да нет, не хочу ничего покупать. Сюда вот куда-нибудь в уголок, чтобы они не мешались. Скорая, я думаю, третья будет здесь валяться. Так, возьмем ведро. Нальем туда воды. Так, подождите, как это сделать? Видимо, сначала нужно включить. Воду. Потом набить. Попробуем помыть полы. Ну, этого достаточно, наверное. Теперь помещаем вот сюда вот. Кран можно выключать. Так, смачиваем швабру. Я не знаю, как это работает, друзья. То ли я смочил, то ли не смочил. Вроде смочил. У нас просто пятен никаких нет. Ну, давайте пройдемся так поверхностно. Вот здесь вот все. Короче, отполировал я пол. Да, и день закончился. Сегодня мы по-прежнему в минусе на 12 долларов целых. К большому сожалению. Но мы прокачиваем свои навыки. И скоро будет уже огромное количество заказов. Потому что клиенты остаются довольными. А это самое важное в нашей работе, конечно. Так, все. Начинаем новый день. Сегодня, я надеюсь, хоть какой-нибудь другой рецепт будет. Почему я швабру теперь взять не могу? Я вообще ничего взять не могу. Видимо, нужно подождать. Да, подождать, пока речь пройдет нашего босса. И только потом мы можем начинать взаимодействовать с кухней. Так, мне пришлось ждать, друзья, целых 10 минут. Ну, наконец-то мы открылись. Но я по-прежнему не могу взаимодействовать ни с каким предметом. Я также не могу нажать Escape, чтобы вызвать меню, сохраниться или загрузиться. Так что, похоже, мы словили баг. К большому сожалению. Я надеюсь, работал хотя бы автосейв. Надо было засейвиться после того, как мы закончили работу. Скорее всего, этот баг произошел из-за того, что у меня была швабра в руках. А день закончился. И она у меня якобы до сих пор в руках, видимо. Или что-то вроде того. И ни с какими объектами взаимодействовать я не могу. Заказов, конечно, пока нет. Но давайте дождемся заказ. Если ничего не произойдет, то придется Alt F4 нажимать. И запускать игру заново. В надежде, что здесь есть какие-нибудь автосейвы. Нет, друзья, к сожалению, мы начинаем с того сохранения, где я засейвился. Сюда снова будем готовить эту гребаную форель. Ну, может быть, сейчас даже еще лучше получится. Так, мы покупаем опять траву. К сожалению, игра забагована на данный момент. И какая-нибудь багуля может произойти критическая в любой момент абсолютно. Эту травку мы берем. Но зато посуда не разбита на этот раз, друзья. И, может быть, даже лучше сейчас получится приготовить эту рыбу. Так, мы берем, собственно, саму рыбу. Может быть, я мало очков получаю из-за того, что я уронил, собственно, рыбу, друзья. Как вы думаете? Или, может быть, из-за того, что я всего лишь две дольки лимона добавил. Там, смотрите, четыре дольки лимона. Можем маленькие добавлять дольки. Так, ладно. Короче, начинаем со специй. Давайте равномерно распределять, пробовать. Два, три, четыре, пять. Нормально? Да, пять. Так, идем дальше. Теперь я вообще выучил идеально, друзья, этот рецепт. Так что, ну, проблем просто быть не может. И я получу огромное количество очков. Я даже не уроню рыбу. Представьте себе, повар не уронит еду. Где вы такое видели еще? Только у меня. Так. Все, идеально. На противень теперь. Аккуратненько беру. В перчатках, естественно. На свеженький противень. Сделаем вид, что мы его помыли. Так, и... Теперь отправляется наша рыба в духовку на две минуты. Ровно на две минуты. Аккуратно, друзья, несу. Так, хорошо. Закрываем. Давайте таймером снова воспользуемся. Ровно две минуты. Помещаем. И включаем. Давайте возьмем нож. Порубим тогда помельче. Например, наш лимон. Что-то пошло не так, друзья. Ну, твою мать, только не говорите, что я словил еще один баг. Нет, пожалуйста, нож, вернись обратно ко мне в руку. Ну, это... Это просто рофло баги. Да, все, друзья, снова я не эскейп не могу нажать. Ничего, абсолютно. Прощай, наша форель. Похоже, она останется в духовке навсегда. И мне снова нужно альтов 4 нажимать. Да. Короче, багов безумное. Количество, друзья. И после каждого действия, похоже, надо сохраняться. Чтобы хоть что-то путное получилось. Но я надеюсь, на релизе все эти баги пофиксят. Как выяснилось, проблема заключалась в лимоне. Надо его выкинуть, наверное, друзья. Давайте от старого лимона избавимся. Когда я пытаюсь его помельче нарезать, сразу нож остается левитировать. А я уже ни с чем взаимодействовать не могу. Так что мы уберем старый лимон. Это намек на то, что... Так, я уж подумал, зависло играть теперь вдобавок. Это намек на то, что лучше не использовать старый лимон в этих прекрасных блюдах. И шваброй как можно реже пользоваться. Так. Снова, снова этот рецепт, друзья. Он всю жизнь меня будет преследовать. Берем рыбу. Помещаем вот сюда вот на чистый стол. Закрываем холодильник. Рыба в духовке. Включаем. Таймер. На две минуты. Ставим. Не ронялось, друзья. Не чихал даже на этот раз. И не плевал. Так что все идеально. Так, теперь мы берем лимон. Давайте из холодильника возьмем. Не знаю, может быть здесь он лучше. Берем лимон. Сейчас будем его нарезать. Также, я думаю, заранее стоит приготовить тарелочку. Заодно врезаться я никуда не собираюсь. Хотя это было близко сейчас. Я чуть не вмазался в холодильник и снова не разбил. И снова не разбил тарелку. Можно было специями посыпать рыбу, кстати, на досточке. Может быть, тогда еще будет лучше. Ему больше звезд получим. Так, давайте даже помоем лимон на этот раз. Так, включаем воду. Мне кажется, его нельзя помыть или можно. Не знаю, но под струю я пустил этот лимон. Теперь он чистенький. Берем нож. Так, сколько там осталось? 50 секунд. Успеем нарезать, я думаю. Берем нож. Главное, чтобы нож этот не завис в воздухе. Да, все замечательно. Режем лимон на маленькие дольки на этот раз. Вот так вот. Можно даже, наверное, еще более мелкие. Не супер, конечно, они идеальные получаются у меня. Но и так сойдет. Во, вот прям хорошая долечка получилась. Мне кажется. Так, все, кстати. Это максимум. Насколько я могу порезать лимон. Так, смотрим, что у нас получилось. 7 грамм, 7 грамм, 5 грамм. Вот эту лимонную дольку мы берем, помещаем сюда. Нам нужно 20 грамм набрать. Еще 5 грамм. Уже 10. Соответственно, 2 по 5 было бы неплохо. 7, 8, 7. Так, все, друзья. Выключаем. Рыбка готова. Вырубаем будильник. Опять его будильником называю. Вырубаем таймер. Так, и продолжаем подбирать лимончик. Друзья, блин, по 5, похоже, больше не осталось. Там по 7. Вот это вот сколько? А на глаз казалось, что это 5 грамм. 20 вообще. 7, 9. Давайте одну дольку на 9. В итоге 19 грамм, конечно, получится. Так, сколько там времени-то у нас осталось? 2 минуты еще? На самом деле, я все быстрее и быстрее. Я, друзья, учусь и развиваю свой навык. Хоп. Блин, ну почти даже получилось с первого раза. Оп. Все, отлично. Так и задумывалось. Главное, не на пол. Упало. Так, теперь мы добавляем специи. Раз, два. Ну вот снова просыпал. И опять просыпал. Или не просыпал. Нет, все нормально. Так, теперь лимончик добавляем. Аккуратненько размещаем к рыбке. Идеально. Ну и, конечно, все это заканчиваем травкой. Помещаем. Блюдо готов, друзья. Еще 2 минуты целых осталось. Я ничего не забыл. Давайте на всякий случай перепроверим. Вроде как ничего. Я даже помыл лимон, черт возьми. Ничего не ронял. Аккуратно беру блюдо. Потихонечку перемещаюсь. Так, размещаю. Давайте даже зафоткаем. Смотрите. Прелестное блюдо. Можно фов менять. Вот так вот. Можно даже фильтры какие-то добавлять, рамки и так далее. Так, ну ладно, не будем фоткать, конечно. Все, сдаем. Сейчас посмотрим, сколько очков я на этот раз получу. Опять всего лишь 2,5 звезды. Но лучше я уже не смогу, друзья. И опять недоволен, серьезно. Клиент еще недоволен. Чем-то недоволен. Я идеально все сделал. Да, требует. Вот сволочь. Требует 4 цента, мразь. Кусок говна. Пошел ты. Ладно, давайте все-таки возместим. Не хочу я терять клиентов сейчас. У меня и так их мало. Сегодня, похоже, заказов больше не будет. Я засейвлюсь на всякий случай, друзья. Но это несправедливо. Надо было харкнуть ему, короче, в еду. О, новый заказ. И это новое блюдо, друзья. Это тунец на гриле. Здесь уже ингредиентов поменьше. Смотрите, нужна соль. Перец у нас есть. Соль где-то здесь была. Так, берем соль. Давайте тунец попробуем идеально сделать. Может быть, тунец, он, может, вкуснее. Я не знаю, будет для этого клиента. Если он... Если это его заказ, конечно. Так, орегано нам еще понадобится. Так, орегано приобретаем. Кладем вот сюда вот. Может быть, все-таки действительно на досочке надо. Сейчас на досочке все будем делать. Так, берем тунец. 200 грамм солим, перчим и готовим на гриле в течение одной минуты всего лишь. Так, окей. Берем тунец. Давайте на досочку его переместим. Посолим, поперчим. Так. Разобраться нужно только, как гриль работает. Видимо, просто включаем, собственно, и помещаем тунец. Будем надеяться, что это сработает, друзья. Так, берем соль. Аккуратненько солим. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, я даже не посмотрел, сколько там грамм соли-то нужно. Может, там больше? Нет. Пять грамм соли, пять грамм перца. Все по-прежнему. Так, пять грамм соли есть. Теперь немного перца. Но времени, кстати, меньше дает. Уже три минуты осталось. Все, и теперь на гриль. Грилем в течение 60 секунд. Потом добавляем снова дольки лимона, кстати. И они немножко по-другому нарезаны. Давайте попробуем так же нарезать. Так, ну для начала мы включаем гриль. Ставим минуту. Ну да, вроде готовится, друзья. Так, хотя бы вот, смотрите, у меня похожая долька есть. Ладно, возьмем другой лимон. Для каждого нового блюда будем покупать лимон, друзья. Потом мы разоримся, скорее всего, на этих гребанных лимонах. Так, и теперь мы берем нож. Сколько там времени осталось? 30 секунд. Наверное, успею я порезать. И попробуем порезать вот таким вот образом. Вроде получается даже. Ладно, насрать, короче. Две дольки есть, а это главное. 15, 8, ну не по 5 грамм, конечно, а сколько там нужно? 20 грамм. Не по 10, точнее. Но, тем не менее, нормально. Так, нужно сразу приготовить лопатку. Блин, только вот на этот раз я не мыл этот лимон, конечно. Но я думаю, ничего страшного. Сюда перемещаем. Все, гриль можно выключать. Таймер тоже. Берем лопатку. Так, нет, я не то хотел сделать. Хотя такое ощущение, что она не готова еще, друзья. Шкала не полностью заполнилась. Может, с другой стороны теперь надо? Да, по-моему, с двух сторон, друзья, надо грильить. Давайте еще немного. Ну-ка, там есть какая-нибудь подробная информация, как готовить? С одной стороны она поджарилась, а с другой стороны... Или мне кажется. Хрен ее знает. Но шкала заполняется. Я не знаю, что значит эта шкала, честно говоря. Ладно, пусть на гриле еще побудет. Немного мы возьмем пока тарелку. Надо экспериментировать, друзья, чтобы понять, что мы делаем не так-то вообще. Так, возьмем дольку лимона. Положим сразу заранее сюда. А что там еще надо было? Уже минута у нас осталась, на самом деле. Ну и все, орегано добавить. Ладно, короче, нормально, хватит. Потому что мы опаздываем. Так, где лопатка? Берем лопатку. Берем наш тунец. Аккуратненько переносим к тарелке. Потихонечку. Оп. Идеально, друзья. Так, все, швыряем. Добавляем. Лимончик. Добавляем орегано. Куда оно делось? Вот оно. И 30 секунд остается. Готово, друзья. Не знаю, похоже, действительно тунец не до конца, что ли, прожаренный. Или это степень прожарки просто. Короче, сейчас посмотрим. Сейчас мы выясним, друзья, нормально ли мы этот стейк приготовили из тунца. Нет дерьмово. И причину я, честно говоря, не знаю, друзья. Видимо, все-таки пережарил я. Опять он недоволен. Опять. Каждый клиент. Сукин ты сын. Да, похоже, нам надо совершенствовать свои навыки и отрабатывать каждый рецепт. Видимо, действительно, я что-то не так делаю, друзья. Может быть, по 30 секунд с каждой стороны. Кстати, звучит вполне логично. Так, ну ладно, рефанды мы пока будем возвращать всем, чтобы у нас вообще были хотя бы клиенты. И мы могли тренироваться. Куча лимона у нас теперь осталась. Все это придется выкинуть, к большому сожалению. Потому что боюсь я схватить опять этот бак. И надо засевиться, кстати, еще. Одна веточка травки весит 4 грамма. Возможно, из-за того, что я не доложил еще одну, как и в прошлые разы. Скорее всего, я сейчас вот смотрю рецепт, изучаю рецепты более внимательно. Сколько вот здесь вот нужно? 6 грамм какой-то другой травы. Будем называть это петрушкой. Она похожа на петрушку, но, скорее всего, это не петрушка. А здесь 8 грамм, как вы видите. Может быть, если прямо граммовки тютельку в тютельку соблюдать, тогда мы будем получать больше опыта и большую оценку за вкус. Ну и надо разобраться, как грилить нормально. Хотя вот с рыбой ничего ты больше не сделаешь. Ее просто засовываешь в духовку и 2 минуты готовишь. Ну что ж, мы будем совершенствовать наши навыки. И рано или поздно мы не будем заходить каждый день в минус на 10, на 20 баксов и так далее. Ладно, друзья, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.